В 2017 году уже почти три года назад опубликовал ролик «Зависимость ВДСЛ от расстояния» и несколько советов по улучшению интернета и незаслуженно обошел технологии АДСЛ. Несмотря на активное развитие джипон в частном секторе, АДСЛ еще является безальтернативной технологией в удаленных малонаселенных селах, где строить джипон пока экономически невыгодно без субсидирования и также есть проблемы с вышками сотовой связи по той же причине – слабой окупаемости в связи с малочисленностью и платежеспособностью населения. В данных селах уже больше 20 лет используются технологии АДСЛ и, как правило, установленные коммутаторы гибридные могут работать в режиме ВДСЛ, так и АДСЛ, но на расстоянии от 1 км АДСЛ работает более стабильно, а на расстоянии примерно 1,5 км скорость развиваемая ВДСЛ не отличается от АДСЛ. АДСЛ выложил два графика от двух разных источников. В первом графике больше контролируемых параметров, но расстояние ограничено 2,7 км. Во втором графике имеется только три параметра – скорость, клиенту соотношение сигнал-шум и затухание. Расстояние ограничено 4,5 км. Хотя бывают случаи, когда АДСЛ работает на расстоянии 10 км. Эксплуатация более 4 км уже проблематична и эффективная скорость составляет 6 Мбит, что является минимально необходимой скоростью для современного интернета. Графики полезны технической поддержке. По ним становится понятно, исправна линия или нет даже без измерения ее физических характеристик. Неисправные модемы также не смогут выдержать обозначенные характеристики на графиках. Полезность представления графиков еще в том, что они сделаны по реальным измерениям десятков тысяч работающих линий со сроком эксплуатации от 10 до 50 лет. Как правило, любая линия до 4 км поддается починке при замене неисправных участков. И, как правило, никакое село не имеет радиус более 4 км, а узел, как правило, установлен в центре села. Продолжение следует...